Субтитры предоставил DimaTorzok Врачистые мероприемства пройдут у везцы Карма Добружского района, где заховываются мощи судотворца. Плануется, что боскую литургию означались патриарши Экзархусе и Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Гомельская епархия отримала молитвенника перед Простолом Божьим, дякуючи намаганиям епископа Гомельского и Жлобинского Степана. Он начал избирать материалы об Иоанне Кармянским, ящил в 1990 году, когда являлся настоятелем прихода у везцы Карма. Позднее были знойдены неотленные мощи святого и передадены у свято-покровский храм для поклонения. 31 мая сюда что год проезжают не только жихары Беларуси, а и суседних краин. Усе подробностей у нашим наступным выпуску новинов. До инших тем. Во установах адукации Гомельской области напереды Днепрагучау опошний звонок, який символизуе завершение чергового навучального года. Он прозвенел для 145 тысяч навученцев больше, как 500 школ региона. Першоклассники почули его у першыню, а для выпускников он обвестил момент развитания со школьной партой и стал первым кроком у дорослое житё. Наши корреспонденты наведали некольких урочистых линейок областного центра. У гимназии номер 51 города Гомель опошний звонок для выпускников по традиции ладится на открытые пятцовцы. Тем больше, что теплые солнечные надворья сприяют проведению свята. Церемония уручения узнагород за выдатную учебу и перемоги в разных престижных конкурсах. Выхованцы 51 гимназии с года в год подтверждают на их свои высокие веды и демонстрируют спортивное и творшее мастерство. Ширые слова пожадания выпускникам, а затем, бодай, самая крональная часть мероприемства – школьный вальс. Опошний звонок – своя особливая рыса, якая символизуя, что радостный и текавый период навучания застался уминулым. Напереде было и гимназистов, чекая дорослое житё. Я хотел бы пожелать всем выпускникам 2016 года прежде всего крепкого здоровья, благополучия, успеха, удачи, преодоления всех испытаний в жизни. И хотелось бы, чтобы и экзамены выпускные, и централизованное тестирование показали самые высокие результаты качества знаний наших школьников. Свои первые кроки на шляху дорослое житё сегодня зарабили и 24 выпускники 11 класса середней школы номер 53. У этой установки эдукации приоритетным направлением деятельности изъявляется эстетичное выхование молоди, поглубленное выучением музыки и мастерства. До того же, на рахунку в Ушнеу 53-й школы селит а больше, как 30 узнагород в предметных, спортивных и творческих конкурсах. Пришим первоважная колькость республиканского и международного узровню. Я всегда своим выпускникам и своим учащимся говорю, что какие бы вы отметки не получали в школе, самую главную отметку вам поставит жизнь. И я хочу, чтобы наши выпускники были достойными и всегда с гордостью говорили о том, что они учились в средней школе 53. Выпускники середней школы номер 72 города Гомель, як и больше стих одногодков, опошний звонок сустрели со смешанными почутцами. С одного боку, есть жадание хочет вступить в дорослое житё, а вось разумение, что придется развитаться с вельми близким и родным, промышает сумовать. Опошний звонок – это пригоджение завершения счастливого и бесклопотного житевого этапа под названием «Детинство». Выпускники выполнены, как бы не склаусе их или с удалейшим, школьные годы и не зауседы будут вспоминать, как самые счастливые. У меня о школе останутся только теплые воспоминания, потому что я всегда участвую в мероприятиях, и мне запомнится очень много моментов. Все это было весело, все это было классно. Спасибо всем педагогам. Это было незабываемое время. Это здорово. Выпускники Гомельского городского кадетского училища свой опошний звонок сустроили у лепших армейских традициях. Отладженный строевый крок, выправка, здаяць, они уже зараз готовы приступить до своих будущих обовязков. Юные, пригожие, счастливые выпускники, матанакерованные и творчие особи, якие загадя вызначили планы на будущую. Наставники ими вельми гонораций спадзяются, что было и кадеты станут споспеховыми у своей справе специалистами, а да поможем у этого капитал ведау отриманы по часу научения в установе. Я горд, что есть такое учебное заведение, которое обеспечило, вложило фундамент будущих наших правоохранителей. Очень трогательно. Я высказал сегодня слова благодарности и нашим выпускникам, и преподавательскому составу, и нашим родителям, которые определили дальнейшую жизнь, судьбу, трудовую деятельность правоохранительной системы. У сего селета с подутульного крыла установы дукации Гомельщины выйдут больше, как 8 тысяч выпускников, а 12 преступок, которые миновали напереду их множество новых дорог. Будовать свою дорослую будущую каждому придется самостоянно и по-своему. Батьки и наставники выполнены, с годным багажом ведау заплячимы, передоль выжитьевые выпробования выпускникам будет значительно простей. Пожадаем, как в сторонке дорослого житя этих девчат и хлопцев были наполнены выключено яркими падеями и перемогами. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Михаил Рабко, Валерия Гопанько, телерадуя компания Гомель. Пытания занятости молоди обмерковываются на республиканским семинаре, который сегодня протягнется в Гомеле. Организатором масштабного форума выступил Белорусский республиканский союз молоди. Удельниками стали коля 130 командиров и комиссаров, будовничных, педагогичных, медицинских, сервисных и инших студентских отрадов. И какие новые формы працы пропонуют молодым людям, доведался Дмитрий Котов. Лето уже совсем худко сменить на календары весну, а значит, надышел час старту деятельности студентских отрадов. Звычайная большая их частка выезжает на место працы в липени, после закончения экзаменационной сессии. Однако уже в червени питание занятости молоди набывает актуальность. Дареши зараз по всей Украине заключено амаль 800 погоднений с предприемствами и организациями о працеводковании на 14 тысяч местах. У вогули селета плануются заденившись у разностайных студентских отрадов больше за 70 тысяч человек. И они будут працевать и на территории Белоруссии, и за межой. У нас уже два отряда у нас выехали. Орленок, педагогический отряд. Туда же выезжают ребята в сервисный отряд работать. Буквально сегодня у нас из Гродно планируется выезд студенческого отряда в жемчужину России, Краснодарского края. В общем-то будут работать ребята в Подмосковье, как я уже сказала, в Краснодарском крае педагогические и сервисные. Но планируется у нас в этом году новое направление, это Санкт-Петербург. Белорусский республиканский союз молодцы имкнется заховывать лепшие традиции минулого и при этом каждый год пропоновывать нечто новое. Например, селета появится первый в Украине археологический отряд, который будет действовать на территории Решицкого района. В первую очередь студенты начнут работать и в складе отрядов выротовальников. Они будут допомогать пожарным и лесничим сопростоять лесным пожаром. Все потребности новых накерунков деятельности студентских отрядов будут обмерковывать у дельники республиканского семинара в Гомеле. Для того, чтобы идти в ногу со временем и работать в рамках правильной законодательной базы, нам необходимы такие семинары. Но и кроме того, это обмен опытом, потому что никто не отменял общение сегодня в регионах. И каждый регион это что-то новое, каждый регион это какие-то свои вопросы. Сегодня, к примеру, если мы начинали в одной из областей медицинские отряды, то вот благодаря в том числе и такому общению сегодня в каждой области у нас есть медицинские отряды, они работают замечательно. Это действительно уже отдельное направление работы. В программе семинара тренинги с метой повышения ведов кероников студентских отрядов. Сирот иншого необходимо ознайомить активистов молодежного руха с усими изменениями в законодательстве, которые регулируют прационную деятельность. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». 25 уделников областного детячого телевизионного конкурсу, ведущих юная телезорка, вышли у финал. Нагадаем масштабный творчий проект реализуется суместно телерадиокомпании «Гомель» и управлением адукации «Гомельского областного конкурса». За маль 500 уделников первого отборочного этапа конкурса, который прошел в каждом районе, в полфинал трапили только 84 конкурсанты. Это хлопцы и девушки в возрасте от 10 до 15 годов. Все без выключения полфиналисты продемонстрировали высокий уровень актерского, промоуницкого мастерства, импровизовали на сцене и патрымливали один-однаго. Таким чином удельники по финалу поставили пираты-членами журы складанную задачу выбрать 25 лепших ребят, и ким выпаде шанс пазмагаться за перемогу в финале. Их имены уже вядомые. Больш затое телерадиокомпания «Гомель» у Международный день обороны детей пропануя глядачам зазернуть не только на сцену, а и за кулисы чергового отборочного этапа конкурса. Глядите телеверсию по финалу проекта «Юная телезорка» в Сираду 1 червяня в 18.15 на телеканале «Беларусь4». Сегодня сусветный день обороны от курения. Мета шматриких мероприемств, которые проходят в разных краинах, нагадать людям об небеспеции и наступствах шкодной звычки. Активисты закликают обороны от курения хоть на один день. Традиции на досусветные акции долучаются и «Гомельчане». Например, сегодня в рамках молодежного проекта «Поколение мы» каждый сможет обменять цигарету на цукерку. Сробить это можно на плясоции перед областной универсальной библиотекой «Имя Ленина». Мероприемство распочнется о 12-й године. Далее в спорте. Открыт республиканский турнир по спортивной акробатице и скачках на акробатичной дорожце памяти заслуженного тренера Беларуси, одного из основанников беларуской акробатики Александра Гинзбурга, пройшел у Гомели. Александр Гинзбург без перабольшивания першопроходится у акробатецы у Гомельской области. Еще в далеком 1939 году он представлял наш регион на чемпионате Советского Союза. И после выховал целую плеяду выдатных спортсменов и тренеров. В память об этом человеку у стенах Гомельской сдюшар номер 4 и проводится этот турнир. И Киселета, до речи, отбылся уже в 26-й раз. Хотя спортивная акробатика и скачки на дорожце не олимпийские, виды яны тем не меньше не соступают іншим дисциплинам, уведовершности и популярности. У гэты раз свое майстерство на акробатичной дорожце демонстровали 55 хлопчиков и девчонок. География у дельников оказалась не занадто широкой. Гости приехали только из Могилева. У дельни жили спортсмены 98-го года народжения и молодейшие. Для многих заробят гэты старты своего роду справоздача, проведенной за год работе. Эти соревнования, итоговые, это как бы являются итоговыми соревнованиями. Показали, что год дети отработали хорошо, гораздо повысили свой уровень мастерства, повысили разряды, повысили сложность прыжков. То есть я доволен, например, тем, что сегодня показали. Ну, практически все. Конечно, подросли. Дети с каждым годом прибавляют мастерство. Те дети, которые в прошлом году еще выступали по юношеским разрядам, уже в этом году выступают по взрослым разрядам и уже показывают результат. У них уже и хореография подтягивается, и уже просматриваются из них спортсмены. Когда они маленькие, они еще совсем такие. Ну, непонятно еще что. Ну, как говорится, слепить из теста. Да, вот мы лепим этих деток постепенно. Куда больше представленными, как по колькости удельников, так и по географии, были селита с поборницей по спортивной парно-групповой акробатцы. Тут на диване выступили больше за 180 спортсменов из Минска, Могилева, Барановича, Бреста и Вядома Гомеля. Удельники традиционно поделены на две взрослые группы. Для молодших ребят подобные турниры важная и одна из первых серьезных проб сил. Перед дорослыми спортсменами стоят иншие задачи. Для каких-то детей это как один из этапов подготовки уже к более серьезным соревнованиям, таким как Республика Беларусь, чемпионат первенства, спартакиада среди детских спортивных школ. Ну, на более крупные соревнования мы стараемся вывозить детей в ближние зарубежья, чтобы они пробовали свои силы там, потому что там более высокий уровень спортсменов представляется. Теперь у большинства из этих ребят летние каникулы. Могчыма только большинственные спортсмены выступят на турнирных споборництвах у европейских краинах. А в осень не чекают этап Кубка Свету и чемпионат Европы. Сергей Неверевич, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». И на приконце выпуску коротко про надворье. Теплым и солнечным будет этот день на Гомельщине. Однако без западков не обойдется. По прогнозу областного гидромедцентра, в ночи местами, а в день на большей части территории пройдут короткочасовые дожди в особных районах на Вальнице. Местами мягчима усмотнение ветру порывами до 15-18 метров за секунду. Температура по ветру в ночи в складе плюс 12-17, 23-28 у день. У первый день лета местами прогремять на Вальнице, по ветру прогреется до 16 градусов в ночи и до 25 в день. С четверга и до недели будет переважно без западков. У ночи слубки термометра поднимутся максимально до 15-16 градусов тепла. У день будет около 25. У неделю характер на дворье крыху изменится. Будет до 14 в ночи, до 23 градусов в день. Местами продуть короткочасовые дожди в особных районах на Вальнице. Их это была пошняя информация нашего ранешнего выпуска. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры.